Предполагалось, что участниками конкурса «Если бы я был главой района» станут старшеклассники школ, учащиеся филиалами Нусинского сельхозколледжа и молодежь в возрасте до 30 лет. Но так случилось, что активными участниками стали только школьники, видимо вдохновляемые своими педагогами. Для участия в заочном туре достаточно было выбрать тему конкурсной работы и направить материалы в управление образованием администрации Курагинского района в электронном виде. Конкурсная комиссия под председательством главы района, в состав которой вошли председатель Курагинского районного совета депутатов Любовь Заспа, заместители главы района, специалисты администрации района и управления образованием, депутаты районного совета, определила тех, кто прошел во второй очный тур. По результатам заочного тура восемь школьников вышли в финал. Среди финалистов пятеро – участники и выпускники интенсивной школы активного гражданина «Шаг». Участникам конкурса, прошедшим во второй тур, была представлена возможность по желанию пройти стажировку в администрации района или в органах администрации района в районном совете депутатов в целях доработки проекта. Я проходила стажировку в архивном отделе и в отделе имущественных отношений. Мне очень понравилось, почти самостоятельно ты выходишь, выясняешься, новое для себя открываешь. Мой проект на данный момент самый актуальный. Моя тема была создание центра для обеспечения населения кадрами. Несколько ребят приняли участие в работе сессии районного совета депутатов. Это помогло им лучше понять, в чем же заключается деятельность представительного органа и как районный совет влияет на работу администрации района и всех управлений. Побывав на сессии районного совета депутатов, я узнал для себя много интересной и полезной информации. Какие перспективы и проблемы в районе, в какой отрасли можно себя реализовать. Ну и узнал сам аппарат, как все работает. И возможно в будущем я бы хотел тоже представлять интересы людей и решать для них какие-то жизненно важные вопросы. Пройдя стажировку, я также узнал информацию, которая поможет мне при защите моего проекта. Узнал с чего начать, на что надо сделать уклон, чтобы помочь, чтобы в будущем возможно этот проект реализовать. Александр Айзиман из Шалабулина представил на конкурс проект создания перерабатывающего предприятия «Сибирская сила», который предусматривает улучшение финансовой ситуации в районе. И участие в сессии укрепило его в мысли, что проект этот очень актуален. Побывав на районной сессии депутатов, я узнал, как решаются жизненно важные вопросы жизни нашего района. А также уверился в том, что свободных денег в бюджете нет, а посему мой проект будет востребован как проект, направленный на пополнение бюджета района. 15 апреля прошел очный тур конкурса «Если бы я был главой района». Старшеклассники из семи общеобразовательных учреждений района защищали свои проекты перед конкурсной комиссией. Члены комиссии выслушали каждого, задали интересующие их вопросы и каждому участнику выставлялись баллы, сумма которых и могла привести к победе. Но забегая вперед, можно смело сказать, что главным было собственно участие в этом конкурсе. Оно очень много дало ребятам. Я узнал для себя недостатки моего проекта, его плюсы, актуален ли он в нашем районе и в нашем поселке. Я веду активную социальную жизнь. Я езжу в краевой школьный парламент, в школу активного гражданина. И это мне поможет в будущем также работать. Сегодня я участвовал в конкурсе «Если бы я был главой района», на котором я представил свой авторский проект «Досуг большого поселка». Я увидел, что нужно поменять, и я думаю, что нужно реализовывать этот проект. Он будет очень актуален для нашего района. Проекты у школьников были самыми разнообразными. Виктор Серостанов, ученик Курагинской школы номер 3, решил, что нужно увековечить память художника Ануфриенко и создать сквер, посвященный ему. Александра Кушнарева из первой школы выступила с авторским проектом снижения уровня безработицы в Курагинском районе. А Оксана Барабаш из школы номер 7 считает, что глава района должен популяризировать деятельность органов местного самоуправления путем ведения собственного блога. По моему мнению, мой проект сейчас, на сегодняшний день, очень актуален. И я хочу, чтобы наш глава района стал первым блогером на юге Красноярского края. Вообще, идея у нас пришла из того, что на школе был проект, это блок президента школы, так как я являюсь президентом. И вот отсюда мы перешли на более высокий уровень. И да, мне помогали и мои руководители, и наставники. Комиссия отметила, что все работы конкурсантов представляют собой актуальный, ориентированный на практическую реализацию авторский продукт с описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и механизмов контроля за достигнутым эффектом. Самое важное, конечно, вот в этом конкурсе, то, что ребята начинают участвовать и осмысливать проживание в поселке. Они пытаются проанализировать, найти интересные моменты и, в конечном итоге, составить проект. Все проекты мне понравились, они отражают разную сферу жизнедеятельности нашего района. Ребята осмысленно готовили проекты. Конечно, впечатление больше, может быть, как для нас, руководителей района, то, что это, когда отражаются коммерческие, производственные проекты. Но, тем не менее, очень хорошо отвечают на вопросы ребята. То есть, не заученными фразами, а на любой вопрос, который мы сегодня ставим, они просто доступно отвечают. Это говорит о том, что у нас сегодня молодежь думающая. Я думаю, что они действительно любят свой район, желают жить в районе, думают о будущем и в конечном итоге. Я думаю, что они вернутся и будут не только проекты для района писать, но и реализовывать. Победителем конкурса «Эстепья был главой района» стала Алина Лушникова, ученица Кордовской школы, которая представила проект «Туристический маршрут как способ организации бизнеса». Вся предыдущая активная деятельность позволила ей добиться победы в этом конкурсе, ведь Алина является выпускницей школы активного гражданина «Шак», участницей регионального детско-юношеского общественного движения «Краевой школьный парламент», председателем штаб-квартиры Краевого школьного парламента 19-го созыва и победителем районного конкурса «Лучший волонтерский отряд» в номинации «Волонтер года». Победительница получила возможность провести рабочий день с главой Курагинского района, принять участие в совещаниях и встречах. Думается, этот опыт ей пригодится в дальнейшем, ведь Алина мечтает стать в будущем хорошим специалистом. На самом деле у меня были достаточно смутные представления об обязанностях главы района, несмотря на то, что свою профессиональную деятельность я планирую связать именно с государственным и муниципальным управлением. Но то, что я представляла, это огромная ответственность, во-первых, во-вторых, это инициатива, это, да, совпало. Но при этом тот темп работы, загруженность, постоянная погруженность в свое дело, это, безусловно, меня, можно сказать, удивило, так как я даже не предполагала, что настолько загруженный и забитый график у нашего главы района. Безусловно, во-первых, то, что я приобрела, это опыт, бесценный опыт того государственного управления, в принципе, просто профессиональной управленческой деятельности. Вообще, по сути, глава района – это лидер, а функции лидера плюс-минус совпадают. Это координировать, мотивировать и управлять. На мой взгляд, это были очень бесценные проведенные минуты, потому что я увидела какие-либо организационные моменты, в каком формате лучше организовывать ту или иную работу, как мотивировать людей и выстраивать конструктивный и профессиональный диалог. Я планирую работать в органах государственного или муниципального управления. Я считаю, что в какой-то степени я, безусловно, буду работать на благо нашего района, либо прямо участвуя в деятельности администрации Курагинского района, или если буду особенно стараться и продуктировать свою собственную деятельность, то думаю, что, возможно, даже смогу помогать развитию нашего района на краевом уровне, работая в органах регионального управления. 21 апреля в стране отмечался молодой праздник – День местного самоуправления. На торжестве в Курагинском районном Доме культуры председатель районного света депутатов Любовь Заспа вручила награды победителям конкурса «Если б я был главой района» и всем конкурсантам дипломы за участие. Проекты были очень интересные, ребята с желанием участвовали. И, знаете, хочу отметить, что, может быть, они более свободно, более спокойно идут на аудиторию, защищают проекты, доказывают свое мнение, отстаивают, не стесняясь ни должностей, ни высоких рангов. Поэтому я точно говорю, будущее нашего района есть. Спасибо вам, ребята.